Приветствую вас и в узком смысле человек, который не имеет радость с счастью других, удачей других. Это человек-эгоист, человек, который считает, что только у него давно хотел быть. Как вам правильно заметили, вы не совсем такой человек, потому что вы задаете этот вопрос. После того, в конце своего сообщения вы написали, что рады успехам друзей и грустно вам, потому что не получается добиться того, чего вы хотите. Но вы видите на примере других, что это возможно, это достижимо. А значит, если это возможно и достижимо, вы делаете что-то не так. И от того, что вы делаете что-то не так, вам немножечко не по себе. Вам может быть страшно, что вы где-то ошибаетесь и не понимаете, в чем вы ошибаетесь. Вы не понимаете, почему ваши усилия, ваша деятельность не приносят в достаточной степени необходимого результата. И потому, у вас имеет место быть небольшая адаптация. Пожалуй, стоит сказать отдельно о том, что увиденное вами, то есть, вот то, что вы видите, например, успехи ваших друзей, это лишь верхушка айберга, то есть, вы обращаете внимание на то, что актуальны для вас, на то, что важно вам, на то, что вас беспокоит и волнует. Но при этом, у этих людей, поверьте, есть свои проблемы, свои какие-то сложные достижимые цели, которых они вроде бы и пытаются добиться, но в то же время, получается, у них явно не очень. Только вы этого не видите, потому что вы воспринимаете их жизнь, их поведение через призму своих потребностей. Вот этот момент нужно понять, понять, что вы видите лишь то, за что цепляется ваш взгляд, на чём заостряется ваше внимание. А это всё-таки, в большей степени взгляд субъективнее, нежели чем объективнее. Дальше, что касается, как это можно исправить, значит, исправляется эта ситуация достаточно ровно, постепенно, путём самоакуализации, путём самоупознания. То есть, вам необходимо здраво оценивать свои возможности, свои способности, свои ресурсы, свои силы, чётко понимать, от чего вы хотите и, возможно, ставить перед собой цели, забивать их на задачи и, выполняя эти задачи, собственно, идти к тому, чего вы хотите хотите. Сложность заключается в том, чтобы осознать свои возможности, осознать пределы своих возможностей. Не просто замечать их, а именно понимать, отдавать себе отсчёт в том, что вы можете, и управлять своей деятельностью верно и её организовать. Именно в таком ключе вам нужно двигаться, то есть, стараться анализировать своё поведение, стараться замечать причинно-состоятельную связь между каким-то вашим поступком и результатом. Чётко отдавать себе отсчёт, что у вас получалось хорошо, что получается не очень, что вы можете, а что нет, и почему. Понимание причин того или иного явления позволит вам отдавать себе отсчёт ещё и в том, можете ли вы что-то делать, почему-то научиться или нет. Если вы не сможете справиться с этим в одиночку, то тогда выберите эксперта на нашем ресурсе и проработайте с ним этот вопрос. И тогда вы увидите, как ваши способности, ваши возможности правильно предмечиваясь, правильно реализуясь, принесут вам тот самый успех, о котором вы мечтаете и который вы хотите. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодарь.